Подведение финансовых итогов года – это всегда волнительная пора для чиновников. Сухой язык статистики наглядно демонстрирует реальные результаты проведенной работы. На сегодняшний день в Краевую казну поступило больше 286 миллиардов рублей. По расчетам экономистов, за оставшийся месяц в региональную копилку добавится еще 20 миллиардов. Финансовый результат, он положительный. Но еще раз подчеркну, почему я так корректно говорю, положительный. Финансовый результат, потому что финансовый результат должен трансформироваться в практический результат. В жизни жителей нашего края возможности посещать спортивные кружки, детские сады, школы, поликлиники, больницы. Вот там наш финансовый результат должен быть виден. У нас распределение краевых субсидий на следующий год достаточно активно уже идет. Поэтому давайте максимально все лимиты, которые мы должны довести до муниципальных образований, доведем до начала следующего года. Потому что чем быстрее мы их доведем, тем быстрее они приступят, в том числе и к строительству, ремонту социальных объектов, спортивных объектов, дорог. Игорь Петрович, вот возведите эту ситуацию на контроль. Возможность довести субсидии в города и районы до Нового года появилась впервые. Благо, что деньги в бюджете есть. Уже перечислены больше 20 миллиардов рублей по линиям Министерства образования и Минтранса. То есть на одни из самых жизненно важных направлений. Подпитывать социальные программы финансово позволяют налоговые поступления. Это основная часть доходов краевой казны. НДФЛ у нас занимает в объеме доходов консолидированного бюджета треть. И как мы знаем, как мы понимаем, что динамики поступления этого доходного источника, собственно говоря, зависит в целом сбалансированность бюджета всех уровней. У нас тут должен быть единый подход коллеги, принципиальный. Не важно, кто ты, олигарх, который платит миллиарды налога на доходы физических лиц, или наемный работник, который должен там заплатить тысячу рублей. Это здесь ничего героического нет. Это требование законодательства. Главный экономист Кубани Игорь Галась тактично напомнил об этом в последний день уплаты имущественных налогов для физических лиц. Как ни парадоксально, но люди с хорошими квартирами на дорогих машинах часто оказываются официальными безработными. Неформальная занятость – серьезный удар по экономике всего региона. При таком избирательном подходе отдельных граждан к своим законным обязанностям, странно, что они продолжают рассчитывать, например, на отремонтированные дороги или социальную инфраструктуру. Мы видим, что основной фактор, который может повлиять, это все-таки большая вовлетенность в правоохранительные контролирующих органы. Коллеги, давай делайте. Координационное совещание при губернаторе делайте. Протокол включайте первая половина февраля по скрытой занятости. Коллеги, именно координационное совещание при губернаторе, чтобы все присутствовали, все смотрели. И тогда только конкретно уже по всем составляющим этой проблемы мы должны говорить. Там, где фискальные не доработают, там, где правоохранители не работают, там, где главы не дорабатывают. Нельзя зарабатывать в крае и никаких налогов не платить. Наглядный пример того, как тратятся полученные в бюджет деньги, рост финансирования ряда краевых фондов. Только фонд развития промышленности в текущем году составил полтора миллиарда рублей. Отрасль, в свою очередь, отреагировала увеличением объемов отгруженной продукции. Показатель уже достиг 230 миллиардов рублей. Но средства выделяют не только на поддержку бизнеса, но и для помощи простым людям, например, тем, кто не может получить собственные квартиры в долгостроях. Мы дополнительно предусмотрели более 2 миллиардов рублей. Это финансирование фонда по работе с обманутыми дольщиками, а также фонда промышленности, микрофинансирование. Эти средства будут планово финансироваться в декабре месяце, поэтому исполнение несколько выше у нас, чем в прошлом году. Текущие поступления в краевую казну уже превысили прошлогодние темпы. Одновременно пополняется и региональный дорожный фонд. Однако, несмотря на это, сразу в нескольких районах местные ремонтно-строительные управления часто сидят без работы. При том, что сложно назвать все дороги хорошими. Венимин Кондратьев попросил не снижать в муниципалитетах финансирование по развитию транспортной инфраструктуры. Не ниже предшествующего года должно быть финансирование по дорогам. Точно, чтобы мы могли и бюджет максимально прогнозировать, но и дороги делать, это тоже очень важно. В каждом муниципальном образовании, в каждом, ну, если бы мы не росли, но мы же растем, значит, опуститься ниже, чем есть, не можем. Потому что мы качество и количество здесь должны наращивать с точки зрения того, что у нас финансовые возможности позволяют. В следующем году консолидированный бюджет края превысит 353 миллиарда рублей. А значит, деньги на ремонт дорог, строительство школ, больниц и других социальных обязательств власти уже зарезервированы. Продолжение следует...